Всем привет! Команда Универньюз приготовила для тебя самые интересные новости. Зовут меня Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Зовут меня Настасья Иванова. КФУ встретился с резидентом компании Ford Solars Адилем Шириновым, одним из основных резидентов производственно-промышленной площадки. А мы продолжаем. На улице Подлужной в Казани состоялась торжественная церемония открытия Генконсульства КНР в Казани. Генеральное консульство в Казани стало шестым консульством, созданным Китаем в России. Генконсульство КНР на улице Подлужная. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, чрезвычайный полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Азгад Сафаров, мэр Казани Эльсур Медшин, а также проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. По словам Русам Миниханова, географическое расположение консульства будет способствовать продвижению Республики Татарстан в КНР и китайских партнеров в Республике Татарстан. Стоит отмечить также то, что Казанский университет в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах сотрудничает с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. На базе Института международных отношений КФУ при содействии руководства Международного совета по распространению китайского языка КНР 24 апреля 2007 года в посольстве Китая в Российской Федерации было подписано соглашение об открытии на базе университета Института Конфуции. 30 мая 2007 года стоялась торжественная церемония открытия института. Институт Конфуции отвечает потребностями желающих изучать китайский язык во всем мире, помогает людям разных стран узнать больше о культуре и истории Китая. За 11 лет существования Института Конфуции в КФУ курс прошло около 1000 слушателей. Консульство КНР станет главным в Приволжском консульском округе, то есть будет обслуживать также жители субъектов Приволжского федерального округа. Генеральное консульство КНР в Казани стало шестым созданным Китаем в России. Также отметить стоит то, что 2018 и 2019 годы являются годами межрегионального сотрудничества России и Китая. Диана Шилова, Универньюз. В Казанском федеральном университете для студентов из Японии организована стажировка. Чем занимаются будущие международные специалисты, мы расскажем в нашем сюжете. Студенты Японского университета Канадзава начали свою стажировку в КФУ. В Казанском вузе они занимаются научно-производственной и научно-исследовательской практикой. Японские студенты занимаются в Химическом институте, Институте физики, Институте фундаментальной медицины и биологии и Высшей школе информационных технологий и информационных систем КФУ. 22 августа на стажировку в Казанский федеральный университет приедет новая группа студентов из Канадзавы. Подробнее о них мы расскажем в следующих выпусках. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленарда Валитяров, Универньюз. Невооруженным глазом на Луне можно увидеть кратеры и целые моря, занимающие одну треть ночного светила. Но откуда они там взялись? Подробности расскажет Аделя Шемилова. Луна – удивительное небесное светило, называемое спутником Земли. Астрономами были замечены на ее поверхности темные участки различного размера. Ученые посчитали их за моря. Так ли это на самом деле? В мировом научном кругу уже разгораются активные дискуссии по данному вопросу. Вот мы сейчас как раз занимаемся этой задачей. У нас вот сейчас коллектив такой из ГАИШа, МГУ, специалисты подключены из Инасана. То есть как раз какие могли быть вот эти метеоритные тела, а может быть и маленькие астероиды, которые могли в свое время упасть на Луну. Несмотря на свое название, лунные моря не имеют воды. Существует популярное предположение, что это твердая лава гигантского размера, которая загадочным образом происходит из внутренней части Луны. Но ученые Казанского университета выдвинули собственную обоснованную гипотезу, что так называемые лунные моря – это следы падений небесных тел. Последняя все-таки вот такая, как бы, теория, объясняющая происхождение морей, это то, что не вулканическая деятельность на Луне была, а то, что на Луну падали вот эти вот небесные тела. Интересно, когда Луна образовалась, то она была до такой степени близко к Земле, что когда Луна всходила, она практически закрывала весь небосвод. Представляете себе такое? Моря и кратеры Луны, благодаря современным исследованиям, очень подробно нанесены на карту лунной поверхности, которую легко можно найти в научной литературе или в интернете. И все же, до сих пор спутник Земли хранит в себе массу тайных загадок, которые еще только предстоит разгадать человеку. Весь мир с нетерпением ждет отправки колонии исследователей к лунам морям, чтобы еще немного приподнять завесу тайны этого удивительного места нашей Солнечной системы. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В Елабуге завершился фестиваль школьных учителей. Об итогах фестиваля в нашем следующем сюжете. Итоги насыщенных дней фестиваля школьных учителей были подведены в актовом зале Елабугского института КФУ. Участники выразили благодарность модераторам из разных уголков России и зарубежья. Хотела бы отметить, что с большим энтузиазмом приходят участники фестиваля. Как модератор у меня это очень приятно. То есть групповая работа, которая запланирована, прошла очень успешно. Я стараюсь провозить материалы практического направления, которые участники фестиваля могут применить уже у себя в школе. Интрига в фестивале стала вручение главной награды. Диплом в номинации «Самый активный участник фестиваля». Этот почетный приз получила учитель русского языка и литературы гимназия номер 22 из города Нижнекамск Динара Котляр. Такой фестиваль для учителей – это возможности для проявления своих творческих способностей. В принципе, не прилагало особых усилий. Просто была сама собой, участвовала в мастер-классах. Ну и вот такой результат получился у меня. Не обошлось и без традиционного вручения путевки на следующий фестиваль школьных учителей. Из рук ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафорова. Ильсина Тимирова, Сирена Иванова, Денис Япайлов, Универньюз. Грандиозное событие, которое очень ждут и которому готовится уже сейчас – «Зимняя универсиада-2019». 20 августа Оргкомитет эстафеты огня «Зимней универсиады-2019» опубликовал список победителей конкурсов и килоносцев. Кому же из Казани выплат честь пронести символ «Зимней универсиады», расскажет Анна Глазунова. Пронести факел с огнем «Зимней универсиады-2019» не только почетно, но и очень ответственно. 20 августа 2018 года был опубликован список победителей конкурсов и килоносцев на официальном сайте студенческих игр. Из Казани было выбрано всего 20 человек, в том числе и министр по делам молодежи Татарстана, выпускник КФУ Дамир Фатахов. В списке счастливчиков оказались студенты, магистранты, выпускники Казанского федерального университета. «Было бы здорово, потому что я был в килоносцевом с «Зимней универсиады», которая у нас проходила в Казани, а бежал я отрезок в родном городе Менделеевске». Ведущая «Универт-ТВ» и выпускница Казанского университета Гульфия Матугулина тоже получила приглашение пронести символ универсиады по улицам Казани. «Истофета огня «Зимней универсиады-2019» начнется 20 сентября, а 10 ноября огонь прибудет в Казани из Архангельска. «Стар» будет дан возле дворца земледельцев, финишной точкой станет главное здание Казанского федерального университета. Всего участие примут более 600 факелоносцев из 30 российских городов. «Красноярск», где пройдет «Зимний универсиад», огонь прибудет 1 марта 2019 года. Анна Глазунова, Леонардо Валитьяров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok